Здравствуйте, дорогие друзья, мои подписчики. Сегодня я хотел с вами поговорить о яйцах. Итак, канал Здорового Питания, с вами опять Роман Головин. Всех приветствую, с вами на канале. Ну, немножко мифы развенчаем, поговорим о яйцах, насколько полезны, насколько вредны, сколько есть их надо и так далее, как их готовить. Итак, первое. Если человек ест животную пищу и считает, что полноценно человеку нужны белки, то яйца – это один из таких уникальных продуктов, но он настолько совместим с организмом человека, практически на 99% он у нас усваивается в организме. Сразу развенчаю мифы о холестерине, что, мол, если мы едим очень много яиц, образуется так называемый плохой холестерин в организме человека. Все это вранье, было куча экспериментов, даже был один человек, который рассказывал, что он 30 яиц в день съедал, представляете, и сосуды у него вообще совершенно без всяких холестеринных бляшек были, и анализы нормальные были, поэтому это все мифы. Естественно, сразу хочу предостеречь, те яйца, которые вы покупаете на рынке, в магазинах, обычные заводские, там практически ничего полезного уже не осталось. Если яйца, если курочек кормить зеленью, например, кукурузкой, какими-то другими питательными веществами и минимально что-то добавлять в рацион питания, тогда это будет очень полезно. Если курочки, скажем, летом кушают достаточное количество зелени, то яйца даже такого, знаете, зеленоватого цвета становятся. А так мы привыкли, что оранжевый желток и так далее. Спортсмены, которые качаются, естественно, они желтки выбрасывают больше белков. Видите, да, на самом деле, когда мы занимаемся спортом, хотим нарастить чистую мышечную массу, да, много нужных белков есть, и мышечная масса начинает расти, но яйца, да, для этого подходят вообще идеально. Можно жарить, можно варить, можно полуваренные, можно сырые, как бы, да, кстати, сырые, многие люди боятся из-за того, что есть сальмонелла, так называемая, и это может вызвать отравление. Да, согласен, сложно проверить яйца и так далее, поэтому желательно их варить, но варить в мешочек. Есть перепелиные яйца, так называемые, их можно есть и пить сырыми. Они немножко полезнее куриных. Конечно же, есть крокодиловые яйца, страусины, гусины и так до бесконечности. Я говорю только про те яйца, которые доступны, да, то есть можно брать перепелиные яйца, они рождаются при температуре 41 градусов и так далее, то есть они не имеют сальмонелл, поэтому эти яйца более безопасны. И там чуть-чуть состав белковый другой, пептидный состав чуть-чуть другой, поэтому они считаются более полезными. Да, они чуть дороже, конечно, но стоит в свой рацион вводить и куриные яйца, и яйца от перепелочек. Ну, в день можно съедать там одно-два яйца, например, либо вареные, либо полувареные, либо жареные кому-то нравятся. Опять же, говорю, все зависит, какой образ жизни ведете, от вашего питания. Сразу говорю, в микроволновку лучше ничего не класть, не разогревать, она вредна, она разрушает пищу, просто, просто это не пища, а получается мусор. Вред микроволновки уже давно известен, может быть, когда-нибудь я в отдельную лекцию это выведу, расскажу. А так, вполне себе нормально, какие-нибудь вареные яички с салатиком, например, будет вообще потрясающе. Яйца, они содержат где-то процентов 25-30 белков, там также и жиры есть, есть и витамины, даже есть провитамин группы D содержится и так далее. Можно есть их вторым завтраком, например, да, можно в обед их использовать. Как вы уже поняли, количество, оно не играет большого значения, то есть у человека никаких проблем не будет при поедании большого количества яиц. Но, есть одно но, когда совсем вы много едите, да, если с непривычки вы столько много белков не ели, у вас есть проблемы с заболеванием печени, там поджелудочной железы, то есть печень не может сразу, да, без тренировки воспринимать такое количество белков. Хотя этот белок очень хорошо усваивается в организме человека. Все вы знаете, из яиц очень много всего можно готовить, масса различных блюд, вот, то есть пищевая и химическая промышленность с удовольствием используют яйца, когда изготавливают там торты, там какие-то конфеты, без этом и так далее. То есть масса, масса всего. Яйца, они везде продаются, но опять же говорю, качественные яйца, вот в крупных городах, сейчас очень сложно стало, допустим, найти. Рынки удаляются, переносится все в магазин, чтобы правительству легче было контролировать процессы, вот, потому что все-таки стихийные рынки, они не так контролируются государством, поэтому вот яйца, они, естественно, требуют поиска, розыска, вот, в деревнях, на каких-то рыночках, в небольших городах, они, конечно же, всегда есть. Зимой они хуже несутся, летом лучше несутся. Можно ли без них прожить? Можно. У кого-то есть аллергия на них? Ну, тогда надо избавиться от них, если вы точно уже определились, что у вас на яйца аллергия. Если их полностью вычеркнуть из рационного питания, скажем, оставить рыбу, например, там, какие-то, какую-то растительную пищу, никаких проблем не будет, полноценный организм будет справляться. Есть солнце, можно получить витамин Д от солнца, можно в солярий пойти позагорать, тоже определенные витамины получить. Да, есть определенный вред, но есть и польза, как бы, да, то есть яйца вполне заменяемый продукт, и что там есть, аминокислоты, так называемые, которые очень хорошо усваиваются, это уже другая песня, как говорится. И в нашем мире практически ничего незаменимого не бывает. Очень много разновидностей и растительной пищи, и животной пищи. Естественно, если человек полноценно питается, и мясо есть, и курицу есть, то никаких потерь яиц он не заметит. Но опять же скажу, что все-таки яйца, рыба из-за животной пищи это самое-самое оптимальное для организма человека. Особенно рыба северных морей, но я, наверное, сделаю отдельную лекцию на эту тему, чтобы более понятно, подробно было, зачем надо, что там содержится. Если вы съедаете там, допустим, в неделю, там, два-три раза яйца, то не обязательно удалять желток. Многие говорят, вот, желток это самое плохое, давайте его выбросим. Ну, спортсмены, да, они потому что очень много его едят. Вот, и нет смысла им есть такое количество жира, потому что все-таки в желтке больше все-таки жира. Итак, резюмируем. Можно есть вторым завтраком, да, как проснулись, попили водички там, допустим, через какое-то время съели яйца там, грубо говоря, да, либо супчиком с каким-то легким, либо салатиком съели, либо просто отдельно поели. Второе. На ночь лучше, наверное, все-таки яйца не есть, что-то полегче как бы, да, потому что все-таки животная пища, она гораздо дольше перерабатывается, чем растительная пища. Сейчас утром, утром, утром много не надо сразу яйца удар на печень и на ночь не надо. А так в течение дня, в принципе, можно эти яйца использовать. Сырые, там, полуваренные, там, жареные. Проблем никаких не возникает. Там, с макаронами, например, яйца можно использовать и так далее. Там, с грибами сейчас делают очень вкусно. То есть, очень много различных блюд сегодня существует. С мясом, например, яйца тоже использовать. Но, опять же говорю, если вы хотите, чтобы более полноценно яйца усвоились, то лучше их отдельно, может быть, с салатиком, с каким-то там, да, либо отдельно вообще их съесть. То есть, они, чтобы максимально усвоились и отдали организму те нужные, полезные вещества, которые там в них находятся. Скрлупу есть не стоит, как бы сразу говорю, если кто-то там пытался там с ней, может быть, какие-то маски можно делать там, использовать ее для других каких-то целей. Ну, полноценно скорлупу просто применять внутрь ради кальция, поверьте, мне не стоит. Есть совершенно другие продукты, откуда можно получать кальций. И такие лекции скоро тоже будут на канале у меня. поэтому уже скрлупу я точно не рекомендую использовать внутрь, чтобы не было никаких проблем. Яйца также можно применять и внутрь, и снаружи. Особенно хорошо маски какие-то делать, там даже для волос, питания волос яйцами. То есть, это тоже надо учитывать. Те люди, которые используют в своем рационе питания часто яйца, как бы, да, можете писать в комментариях вот этим видео, чтобы другие люди тоже видели, что при большом количестве, например, потребления заводских яиц там, какой-то фирмы, например, какая-то аллергия получилась, там, либо человек их вообще идеально переносит, или кто-то эксперименты делал, да, чтобы другие люди просто видели, понимали и сами ориентировались, потому что человек так устроен, что человеку нужно показать, как бы, да, то есть, что кто-то там говорит, там, я буду говорить, да, вот, у меня свой опыт у других людей свой опыт, опыт там моих клиентов, конечно, играет значение, но все равно нужно подтверждение тех людей, обычных, которых мы не знаем. Итак, заканчиваю это видео, вот, думаю, что было кому-то полезно, может быть, кто-то хочет что-то добавить в комментариях, пишите, пожалуйста, всего доброго и увидимся на новых выпусках, до свидания. субтитры, субтитры, субтитры,